На старейшем щелковском градообразующем предприятии, которые работают уже без малого полтора века, химзавод Щелково-Аграхим прошла встреча, посвященная будущему. Представители власти и бизнеса обсудили, как совместными усилиями сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым. Эти три темы больше всего беспокоят жителей региона, отметил в своем недавнем отчете губернатор Андрей Воробьев. Что делается по этим направлениям в каждом муниципалитете, обсуждается сейчас на встречах с общественностью. Сильным регион делает прежде всего экономика. Так начал свое выступление перед бизнес-сообществом глава Щелковского района Алексей Валов. Без развития экономики мы никогда не наполним наш весьма скромный бюджет дополнительными доходами и, соответственно, не сможем развиваться более быстрыми темпами. Это очень важно для нас, для всех. Мы должны создать новые качества жизни для людей. В первые годы постсоветского периода район потерял 167 предприятий, напомнил глава. Но за прошедшие два десятилетия экономика не только восстановилась, но и шагнула вперед. В округе работают четыре индустриальных парка. Богослово, Вивьен, Технопарк, Щелково. Строится пятый, Синергия. За последнее время реализованы восемь крупных инвестиционных проектов. В том числе построен новый производственный корпус компании «Валентафарм» на 550 рабочих мест. В перспективе нас ждет воплощение таких масштабных инвест-проектов, как строительство современного сборочного производства космических аппаратов ООО «Газпромкосмические системы» и фармацевтического производства по выпуску ВИЧ-препаратов «ЗАОО «Конфармпродакшн», а также создание козьей фермы ООО «Экофарминг» во Фрянова. Вопросы оздоровления Подмосковья наш муниципалитет решает с помощью государственных программ, в частности капитального ремонта медицинских учреждений, строительства спортивных объектов. Бизнес тоже не отстает. Хороший пример – наукоемкая, ориентированная на экологию продукция «ЗАО «Щелково-Аграхим». Сегодня в России каждый пятый гектар обрабатывается препаратами «Щелково-Аграхим», защищается от болезней, от сорняков, от вредных насекомых и так далее. Много говорили на встрече о чистоте Подмосковья, и вот в каком контексте. 40% сточных вод сбрасывается промышленными предприятиями. Локальные очистные сооружения построены далеко не везде. Но теперь в Московской области эта проблема будет решаться в рамках национального проекта защиты «Волги». Начинается реконструкция 16 крупных очистных сооружений. Перемены ожидают и «Щелковское предприятие». Уже 25 февраля пройдут публичные слушания по проекту. «Мы предусмотрели все наиболее перспективные и доступные в настоящее время технологии. Целью реконструкции очистных сооружений является снижение негативного влияния очистных сооружений на окружающую среду и, соответственно, повышение комфортности проживания жителей нашего района. Потом гарантировано достижение качества очистных точных вод для нормативов водоемов и рыбохозяйственного назначения». На встрече также обсудили работу Союза промышленников и предпринимателей, вопросы подготовки профессиональных кадров для местного бизнеса с помощью «Щелковского колледжа» и в целом отметили взаимную пользу таких мероприятий. «Спасибо, что нашли время, оторвались от своих очень важных и нужных дел. Но встречаться, конечно же, нам всем необходимо». «Эти встречи нужно проводить регулярно, потому что у каждого, как говорится, есть что-то хорошее, можно что-то высказать, можно это взять на вооружение и продолжить. Тем более, что многие все промышленные предприятия, они также завязаны на много общих проблем. Это, как говорится, и санитарно-защитные зоны совместные, это и все сбросы с точных вод и так далее. Эти вопросы надо решать». Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».